Евгения, здравствуй! Я очень рада тебя приветствовать здесь, потому что для меня ты являешься безусловным кладезем огромной информации, духовной информации, огромного пережитого опыта с Богом. И я думаю, что этот проект, он послужит очень и очень многим людям. И поэтому мы будем из тебя потихонечку доставать то, что ты копила долгие-долгие годы, и будем делиться этим с нашими телезрителями. Поэтому приготовьтесь, оденьте шлемы, пристегнитесь, и мы начинаем. Жень, я вот знаю, есть у тебя одно глубочайшее откровение, которое ты пережила, по-моему, несколько лет назад, о небесах. И я вот хотела бы, чтобы ты поделилась им со зрителями. Ну, знаете, небеса на самом деле на сегодняшний день для меня это такая реальность больше, чем, наверное, уже человеческая земная здесь. Я не знаю, почему, как из года в год это складывалось. И, может быть, я сначала не понимала те откровения, которые вот написаны, та истина, которая пишется в Библии. В Библии мы читаем всё о небесах, но действительно, может быть, до конца не понимаем, что такое небеса. И с чего началось у меня? Это то слово, когда нам говорили, что мы все уйдём на небо, мы, когда все умрём, мы пойдём на небеса, там наш дом. Но как бы небеса, это для меня всегда звучало очень абстрактно, да, и я начала с простого, может быть, откровения для себя, что это мой дом. Что такое дом? Дом – это там, где уютно, дом – это там, где я себя чувствую, ну, такой, какая я есть. Мне не надо, может быть, какие-то маски делать, мне не надо наряжаться особо, да. Я там, вот, в простая, да, в простоте живу. И, конечно, дом – это уют и комфорт. Дом – это место, куда я прихожу после рабочего дня, где я могу прятаться, где я могу отдыхать. И как бы это моя территория, скажем так, да. И вот с этого откровения у меня началось уже, наверное, шаг за шагом, вот, откровение о небесах. Мы слышали, что небеса – это наш дом, да, и вот именно дом. Что такое дом? И вот я начала думать, что если это небеса – мой дом, то есть там мне должно быть очень комфортно. Там мне должно быть действительно хорошо, и я туда прихожу как к себе. Не как в гости, да, а как к себе. И вот этот момент для меня открылась, такая картина, я увидела, как бы, взгляд такой, я думала, что это Бог мне показал, потому что я увидела как-то это сверху, что… Это было в молитве? Да, это было в молитве, вот местописание сначала прочитаю. Это Филиппийцын 3,20. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». То есть уже истинно говорит, что наше жительство на небесах. То есть изначально мы должны понимать, что мы оттуда пришли и туда пойдем. Как дом. Когда я из дома утром выхожу на работу, я домой и возвращаюсь. Мы оттуда пришли, как Иисус Христос. Да, то есть… То есть это явно видно, уже такой переход был в Библии описан. Да, то есть мы не просто не творим сами что-то от себя, да, мы идем за Иисусом. В Библии написано, что Иисус – это первенец, который прошел и показал нам путь. И все, что Он делал, все, что Он говорил для нас – это как образец. Мы смотрим на Него и делаем так же. Изначально, конечно, было все непонятно. Я когда первые годы там читала Евангелие, я все пыталась проследить, как Он пошел, что Он сказал. Для меня это было все далеко, да. Я читала как об историческом каком-то человеке, который что-то делал, что-то говорил. Но с годами в молитве я стала переживать эти вещи. И потом уже как бы я обращалась с другим взглядом к этому и поняла, что когда я получила сначала откровение в молитве, потом уже я сравнила, что это не просто, как вот нам всегда говорят, если ты получаешь откровение, сравнивай с истиной, сравнивай с Библией, мы ничего не выдумываем, да. И вот тогда я увидела эту параллель. То есть Иисус как первенец, Он пришел с небес, пришел на эту землю, Он родился, как и мы, каждый из нас, через человека, через женщину, через маму, да. И потом прожил на этой земле какое-то определенное время и опять же в конце пошел к Отцу на небо. То есть то же самое и было с нами, с каждым из нас. Мы уже, мы все были в нем, это Библия говорит, от начала мы все были в нем, и Он знал нас. И потом мы также пришли на эту землю с определенной миссией, с определенными откровениями от Него. Мы должны знать, что нам делать здесь. Опять, как знать? Мы начинаем искать Отца. Иисус пришел, показал и показал путь к Отцу, мы начали искать Отца. От Отца мы получаем откровение о нашей судьбе и в конце, когда мы все выполним. Ну, то есть, и пойдем на небо, но это я уже позже получила это откровение. Изначально я получила откровение о том, что я с неба пошла на работу, на определенные задания. Было как-то так попроще. А ты видела, Бог показывал тебе, какова была твоя жизнь на тот момент там? Что-то ты, может быть, увидела? Ну, это не сразу, это не сначала. Сначала я просто вот видела, как что я пришла на эту землю, выполнить определенную свою работу. И потом в конце рабочего дня я вернусь домой. То есть, если у Бога это, ну, как бы времена и сроки другие, мирила, чем на земле, у Него один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. То есть, по сути, да, если вот так вот сузить, да, увидеть взгляд, я пришла на работу, чтобы вот что-то сделать на этой земле. И когда придет закат моей жизни, а он будет у каждого человека, хотим мы, не хотим, да, мы возвращаемся домой с чувством выполненного долга, да. И тогда Господь будет уже, может быть, судить, сделали мы что-то или не сделали. Это было в начале, но впоследствии, да, Бог дал мне больше откровений вот именно о небесах. Поделись, пожалуйста, подробнее. Ну, это началось, как бы, я часто, наверное, можно сказать, гуляю, там, выхожу, там, вижу. Вот расскажи, как ты гуляешь по небесам, ну, вот один пример, потому что многим людям непонятно, что значит гулять по небесам. Люди это видят, как абстрактные вещи, и, как правило, они так на тебя смотрят. Это откровение 4.2, здесь написано, и тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Это откровение Иоанна, он говорит, когда я был в духе, я увидел, то есть, и каждый из нас мы можем здесь на земле быть в духе, в духовном состоянии, потому что мы, дух, это мы тоже знаем, да, мы дух, и когда я молюсь, я не просто молюсь, я сотрудничаю с духом Божиим. И получается, что я в духе, в любой момент я способна подняться к небесам. То есть в духе, дух святой водит меня. Что ты ощущаешь в этот момент? Ну, если... Что значит быть в духе? Какие переживания вот этому сопутствуют? Знаете, я слышала, когда мы читаем, опять же, Библию, Павел говорит, мне лучше быть там, но я вынужден здесь остаться. То есть изначально я понимаю, что на самом деле там намного лучше. Вообще самое первое откровение о небесах я получила буквально месяца через 3-4 с того момента, как я пришла к Иисусу Христу, покаялась, приняла его к своим Господом в одну из молитв, я стояла на коленях, молилась, и тут сошло такое ощущение присутствия. То есть это непонимание, это ощущение. Я пережила состояние, ну, я не знаю даже, с чем сравнить, мне было настолько хорошо, и я понимала где-то, что это Господь. Хотя у меня до этого не было встречи с Господом, переживаний каких-то эмоциональных. Я легла на пол, и настолько это меня, скажем так, подавило, прижало к полу, но не в плохом смысле, а в хорошем. Это было несколько буквально, может быть, как мне показалось, несколько секунд, может, минуты-две, да, но когда это присутствие, как будто вот это облако, оно начало подниматься вверх, первое, что я закричала, не оставляя меня здесь. Почему я так кричала? Потому что вот в этом, в облаке, это было настолько хорошо, что я не захотела оставаться там, где я была до этого момента. Но облако-то поднялось, там две-три минуты я пришла в себя, понятно, что я продолжала жить человеческой жизнью, но вот это ощущение я не забыла и начала искать его. То есть, может быть, Бог как-то вот показал мне, и у меня родилась жажда опять побывать в этом состоянии. И, конечно, ну, мало-немало времени прошло, пока я нашла, нашла, и потихоньку-потихоньку я начала, потому что я жаждала этого, я искала действительно, и потом, впоследствии, да, я поняла, что, оказывается, можно приходить в это состояние каждый день. Почему до этого я не знала? Потому что сатана врет, и он обманывал, он всячески уводил меня, потому что одна из распространенных лжи есть, ложь, это о том, что ты недостоин. И я очень много чувствовала себя, что я недостойна. То есть, я могла вечером помолиться, мне было классно в отношении с Богом. Наутро просыпалась, я чувствовала, что как будто я что-то сделала, и Бог отверг меня. Но опять же, когда я пережила откровение, что я не заслужила, но через кровь Иисуса я способна войти в святой святых. Мы поем эту песню, да, я вхожу в святой святых через кровь святую твою. Не по своим заслугам, я вхожу туда, и вот эта кровь, она как бы омывает меня, очищает, и я могу. Святой святых — это его присутствие. Я могу туда войти, я могу войти в это присутствие, где мне классно. И я начала разбираться с этой ложью и начала чаще входить туда, то есть, ну, изо дня в день, с годами. Я поняла, что вообще каждый день мы можем быть там, потому что наше жительство на небесах. И когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, это говорит о том, что я вхожу в ту атмосферу, в которой живет Иисус. Я вхожу в ту атмосферу, в которой живет Отец. Потому что... Быть в духе — это попасть в эту атмосферу. Да, в эту атмосферу. И когда я начинаю молиться, когда я начинаю, понятно, что не сразу. Ну, это, может быть, я годы потратила, я изучала, я копалась, я молилась, и я поняла, что я молясь, закрывая глаза и начинаю молять, я ищу как бы дорожку, что ли, на небо. Я вот в мысли где-то в своей сущности, в своей каждой клеточке, я пыталась проложить путь туда, на небо. То есть, визуализировала, может, где-то внутри себя. Я пыталась понять, что да, я здесь на земле, но я должна оторваться и войти в эти духовные сферы. Ну, вот я почему-то с годами пришла к такому убеждению, тоже платив определенную цену за такие духовные состояния, что сущность, наверное, такая человеческая, и вот везде написано «ищите, ищите его лица, воззови», и он придет, что все-таки должен быть какой-то процесс, прежде чем Бог тебе ответит и покажет. Потому что, когда заплачена цена, мы это ценим, и нам это очень дорого потерять. То есть, мы за это держимся, и уже ты не разменяешься лишний раз. Чем когда что-то тебе достается на блюдечке с голубой каемочкой, ты будешь относиться к этому как само собой разумеющий. Ну, я думаю, что да, это правильно, мы платим все равно за всю цену. Я думаю, что изначально вообще я верю в такую вещь, что в первый год христианства каждого человека Бог что-то открывает и показывает. Но потом у меня было такое ощущение, что он как будто отходит и ждет. Начинаем ли мы это искать, в это верить. И начинается как будто включается поиск. То есть, вот он мне показал, и мне такое ощущение было, что он отошел и ждал. Да, привлек меня этим. И у меня начался поиск, у меня началась жажда, я захотела быть в этом. Конечно, была заплаченная цена, это время, проведенное в этом поиске. Я верю мне откровение, что Бог открывает тайны. То есть, мы ищем, а он открывает. Он не открывает тайны мимо проходящим людям, он открывает тайны людям с заветных отношениями при жертве. Жертва, да, что ты готов отдать ради этого? Это твое время, это твое тело, это твои отношения, может быть, с людьми ты где-то жертвуешь, да, ради того, чтобы найти его. И со временем я познаю Бога, Бог познает меня, на что я способна, что я хочу, он знает меня, и уже от этого он как бы приоткрывает завесу. И вот понемножечку он что-то приоткрывает. И вот твое время, оно не потрачено зря, твоя жажда, желание не потрачено, потому что он награждает, он как бы изливает на тебя те секреты, которые он хранит. Я один раз добавлю просто очень яркий пример, вот про то, что ты сейчас говоришь, и один раз в молитве говорю, Господь, дай мне огня, я хочу пережить твой огонь. И тут же я слышу внутри себя, что огонь сходит на жертвенник. Наши отношения с ним, они тоже должны нам чего-то стоить. Этот огонь Божий, это присутствие, это сила, которую мы переживаем, которую Бог нас наделяет, за это тоже должно быть, твоя жертва должна быть в этом. Да, мы что-то просим у Бога, и Он дает нам слово, что нам надо сделать. Он говорит, ну, не всегда мы хотим согласиться с тем, что Он хочет, тем, что Он предлагает нам. Но Он всегда говорит, воззови, я отвечу. И вот когда мы взываем, да, и Бог позволяет тебе идти туда, куда ты хочешь, но за этим, да, стоит определенная цена. Все равно, конечно, это время. Нам привычнее ходить по земле, да, мы здесь из поколения в поколение родились и ходим. Если нас никто не научил ходить в тех сферах, нам трудно понять, что там такое, да. Но если мы все-таки делаем шаг в эту сторону, мы позволяем Богу открывать эту завесу. Библия же говорит, что наше жительство, ну, не здесь. Мы не должны, мы здесь живем, но мы не от мира сего. Вот Библия же, как это не от мира сего? То есть мы не должны мыслить мерками земными, физическими, есть сверх что-то, да. Мы говорим, Бог сверхъестественный. Но если мы в нем, значит, мы имеем такое же сверх понимание жизни. Для этого нужно оказаться в духе. Вот ты маленько сошла с тем, а теперь расскажи нам. Ты оказалась в духе. Да. И что начало происходить? Вот именно как ты увидела небеса? Мне кажется, это так много, даже сейчас не смогу вспомнить, с какого момента. Да, началось, что я начала видеть. Самые яркие, опиши. Яркие, я, ну, я часто гуляю по каким-то определенным, может быть, это как людям, знаете, рассказываешь, ну, какие-то глупости, какие-то картинки вы представляете себе, я не знаю, но я считаю, что небеса – это не просто вот что-то я вижу. Я ощущаю, да, я ощущаю, что я нахожусь там, что Иисус со мной рядом, да, что я с ним иду по дороге, что я с ним могу говорить, я вижу, что происходит по сторонам, какие цветы растут, да, какие горы там, не знаю, там даже ощущение пыли на дороге, которое даже создает вот это вот, цвета какие там происходят. Я, может быть, не так ярко вижу, но я ощущаю себя, и я понимаю, где я нахожусь. Я понимаю, что на земле как-то, ну, нет таких, наверное, это несравнимые ощущения. Потом я видела разную себя в виде, допустим, в виде орла, да, я понимаю, что я лечу, да, я парю. И ты начинаешь искать, ну, что значение, да, допустим, ну, да, орел, классно, что это, да? Слава Богу, сегодня есть у нас гугл, ты забиваешь характеристики орла, да, еще какие-то моменты. И ты исследуешь, 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 и ты ощущаешь, ты понимаешь, что Бог, ну, не говорит просто так ничего. Даже Иисус, ходя по земле, все, что Он говорил, это имеет какое-то значение. И Библия, да, для меня стал вот просто как дверь. То есть то, что я читаю, понятно, но за этой дверью есть что-то большее. Вот просто прочитать, Библия, она разговаривает. Если она живая, то есть это за ней. И ты заглядываешь туда, и там все живое. И вот насколько для тебя Библия становится живой, ну, как бы ты можешь потрогать, поговорить, пережить. То есть, ну, для меня это очень важно, потому что, может быть, я такой человек, что я больше ощущаю, да, чем воспринимаю кем-то другим. Но я сравниваю с Писанием все, что я ощущаю. И пока я не вижу противориосхождений, я не вижу. Поэтому, конечно, я не скажу, что меня это изначально не пугало. Меня пугало. Меня пугало много то, что мне казалось, вдруг сатана меня обманывает. Люди мне говорили, что это не от Бога. Я делилась какими-то откровениями. Мне говорили, что нет, так Бог не действует. Но я не могла никуда это спрятать, скрыть. Или это все равно проявлялось внутри меня. И мне пришлось, может, где-то отстраниться от людей, потому что я уже устала от каких-то насмешек или там, не знаю, каких-то слов. Я понимала, что я чувствую. И мои ощущения, как бы, я не могла от них отказаться. Я устала от того, чтобы быть не той, кто я есть на самом деле. То есть я пыталась вписаться в какие-то определенные рамки, которые учат люди. Но рано или поздно я устала идти. Знаете, тяжело идти против своей природы. Если я есть такая, если Бог сотворил меня такой, я согласилась, скажем так, с тем, что Бог сделал. И тяжело отвергать то, что внутри тебя есть. Если Бог сотворил тебя таким уникальным, а Бог сотворил каждого уникальным, согласись с этой природой. Конечно, я, честно сказать, не понимала, что с этим совсем делать. И мои молитвы стали таким, что, Господь, если ты мне наделил этими вещами, покажи, направь меня в правильное русло. Чтобы это не просто было какими-то непонятными вещами, но как я могу послужить людям. И Он тебе показал твою жизнь. Расскажи нам об этом. Он показал. Как ты там жила до того, как родилась на небо? Что ты там делала? На небе, получается. Да, то есть ты, получается, вот это откровение. Опыт. Очень интересно. Я увидела. Раньше я так близко, ну, как бы, я понимала, что мы с небес пришли. Я понимала, что у нас есть призвание, все это сравнивала. Но у меня получился такой опыт. Мы с одной сестрой. Она мне предложила узнать. То есть мы... Я служу в исцелении сердца. Консультации людям провожу. И мы, служа, раскопали такой момент, что есть эмоции, которые мы приобретаем в течение жизни. Болезненные эмоции, негативные эмоции, с которыми мы разбираемся. Есть эмоции, которые закладываются внутри утробы, когда мама беременна и носит плод. Да, и ребенок переживает все, что думает мама, говорит. То есть вот эти... Отвержен он, не отвержен, принят он. Да, и ребенок переживает. Это внутри утробные эмоции. Есть эмоции, которые мы наследуем от своих предков по родительским линиям. Но есть эмоции, оказывается, которые есть доутробные. И для меня это было непонятно. Что такое доутробные эмоции? Откуда они взялись? Где ты их могла взять? Да, где они? То есть это не родовые, не по наследству. Доутробные эмоции. Оказывается, те эмоции, когда я как небесный житель шла на эту землю, вот в этот момент я получаю несколько, ну, как бы, вот этих доутробных эмоций. Как ты это вот увидела? Я увидела в молитве. Мне человек предложил, я согласилась, мы начали молиться. И Бог показал мне видение, что я увидела себя на небе, я иду. Я понимаю, что со мной рядом идет Господь, и я с Ним разговариваю. Я ему говорю такие вещи. Я не хочу туда идти. Зачем мне туда идти? Вот там темнота, и я вижу себя в младенце в очреве. И этот младенец маленький, он настолько... Господь тебя послал против воли. То есть, получается, ну, наверное, я думаю, мы знаем, что на земле происходит, и как здесь сложно, да? Потому что небеса, они лучше земли, потому что все там, настоящее, живое, любовь, мир, все там. Там нет болезней, там нет горя, там нет печали. Вот. А на земле мы должны сражаться, на земле мы живем, на земле мы воюем, на земле мы что-то делаем. И для нас это, конечно, отражается нас, это очень сложно, тяжело. Но ребенком, который я себя увидела, я ощутила, что я настолько понимаю, знаю вообще мироздание, вообще что происходит. Я думаю, что каждый младенец, знаете, ну, в народе ходят такие разговоры, что дети видят ангелов там, да, до трех лет, они видят духовный мир. Мне кажется, потому что они еще не настолько оторвались от небес, и они чувствуют, они реагируют на ангелов. И вот это была такая эмоция уникальная, я поняла, что я прям как будто переживаю вот это все. Но потом мы рождаемся, в какую семью мы рождаемся, неверующую семью, да, и все как бы забывается, быть, да, какие-то воспитания, все на нас влияет, 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 мы попадаем в неверующее общество, скажем так. Мы забываем, что с нами происходит, но в один момент, да, Бог призывает нас. Мы живем до поры до времени, Бог призывает, и каждый из нас приходит к Иисусу, да, в церковь. Что за утробные, доутробные эмоции, какие все-таки оказались? Ну, это, наверное, какая-то отверженность, что отец тебя отправил, отец, ну, как бы, да, вытолкнул тебя куда-то, куда ты не хочешь идти. Это было первое видение, второе видение, я опять же увидела тут же, вот в этой же молитве, что я опять на небе, и вот с этой сестрой, с которой мы молились, мы с ней там вдвоем, я вижу ее, я понимаю, что я ее знаю, она знает меня, мы с ней одного возраста, и я первая иду на землю, она через определенное количество лет тоже идет на землю. И тогда я пережила откровение, что у Бога нет просто вот рожденных людей непонятно как, у него есть план на все. И я пришла на эту землю, есть люди предназначенные для нашей жизни. И эта сестра пришла следом, там, через какое-то определенное время, да, лет. Почему? Потому что здесь, на земле, мы передаем знания, мы передаем опыт жизненный. На мои плечи кто-то встанет, и вот это, допустим, да, она, она пойдет дальше, чем пойду я, ее дары лучше, чем мои, да. Да, Бог наделяет так, но у меня есть опыт, и сегодня с ее дарами я могу поделиться своим опытом, и она стартанет быстрее, чем я, потому что у меня не было таких учений, может быть, я не нашла, может быть, кто-то не захотел мне послужить, я не знаю почему, да, но определенная жизнь так сложилась, я вот, ну что, получилось, то получилось. И я думаю, что у Бога-то настолько уникально, на небесах все спланировано, у него нет хаоса. Это здесь, на земле, мы пытаемся, мы ищем, мы находим друг друга, мы как-то прилепляемся, ругаемся, еще что-то, но, тем не менее, если бы мы жили на небесах, будучи здесь, на земле, мы бы видели эту картину по-другому. И я думаю, что она имела это откровение, что она предназначенная, она просто, если смотреть по-человечески, она вцепилась в меня, она ходит за мной, я не могла это понять. Все узнают, что это за сестра. По-человечески, мне казалось, это странно, но почему-то есть люди, они приходят и говорят, я должна быть с тобой, я знаю, что я имею откровение тебе. Я думаю, я не одна такая, люди так вот прилепляются друг к другу, те люди, которых мы не воспитываем, они приезжают в других городах, говорят, мне Бог сказал быть с вами. Они не ждут, что ты им послужишь, они просто говорят, я знаю, что я должна быть с вами. Я на готовую переживать какие-то вещи, хорошие от меня, нехорошие от меня, она знает. Она не просто на меня смотрит на человека, она имеет откровение от Бога. И когда человек имеет откровение от Бога, то он прилепляется и ничего... Не требует взамен, только научи. Да, не выгонишь. И вот знаете, я вот в тот момент, да, я получила откровение, что мы были там, мы были с ним, мы знали его. Если мы посмотрим на Иисуса, это то же самое, он знал отца, он пришел с неба. Он первенец, он открыл нам дверь, он показал путь, он прожил на земле до того момента, как, да, пришло время его войти в призвание, он вошел в призвание, но он постоянно был в общении с отцом. И когда он постоянно, он ходил на небеса в духе, он молился, он приходил в уединенные места, написано, и молился. Вот в этот момент он поднимался в духе к небесам. И он говорил, я вижу отца творящего и творю, я слышу и говорю. То есть вот наша задача, изо дня в день, когда ты поднимаешься к небесам, ты слышишь, ты слышишь сердце отца, ты понимаешь, что он хочет от тебя, ты выравниваешь, то есть это поклонение, это отец, атрибут твоего поклонения. Ты понимаешь, кто вообще центр твоей судьбы, твоей вселенной, твоего бытия здесь на земле. И ты от него черпаешь, и потом, как следствие рождается, она уже есть судьба, но ты в нее вписываешься. То есть зная небеса, ты понимаешь, зачем ты на земле. Когда ты не ходишь под небесам, ты не знаешь, для чего ты боишься, ты путаешься, ты, не знаю, падаешь, поднимаешься. Ну, это хаос какой-то. Но когда есть откровение с небес, ты четко понимаешь, что ты должен сделать здесь на земле. Иисус знал, для чего он пришел. Он шел, да, этот путь, и потом он совершил это предназначенное и пошел на небеса. То есть я думаю, что каждый из нас должен пройти этим путем. Ну, понятно, что у Иисуса была вот определенная его миссия. Но у каждого из нас есть своя миссия. И вот в духе гулять по небесам больше, чем ходить по земле, это наша победа здесь. Потому что чем больше я смотрю на Господа, общаюсь с Ним, тем больше, скажем так, я переживаю небеса и взгляд небес на землю. Когда мы здесь, нас это все пугает. Но когда я смотрю с неба, все встает на свои места. Я уже говорила, что у Бога нет хаоса, у Бога все в свое время. И когда я там, я понимаю, где мое время, где не мое время, что я должна делать, что я не должна делать. Мудрость и терпение я вырабатываю в себе ожидать. Иисус написано «возрастал». Он все время рос в послушании. Если ему надо было возрастать, то тем более нам надо возрастать. Мы не можем детьми творить великие дела, которые мы хотим всегда творить. Нам всегда хочется что-то великое сотворить. Но великое творят великие, а не дети. Поэтому мы должны понимать, что есть время взросления. И опять, как я пойму, когда я прихожу туда, и отец открывает мне вот эти тайны. Куда, зачем и почему я должна это делать. И ты себе смиряешь, потому что по-человечески мне хочется, может быть, совершенно другого. Но я вырабатываю у себя смирение. Иисус опять же это делал. Он не делал то, что Он хотел. Он смирил себе, написано, да, смерти и смерти креста. То есть Он полностью отобразил на земле желание Отца. Если я не знаю желания Отца, я буду здесь творить свои дела. И они будут, имеют ограничения. Все, что человек творит, это ограничено. Все, что творит Бог, это вечно. Нам нужно пребывать в духе. Итог нашего разговора. Для того, чтобы видеть небеса, видеть Бога. Чаще с Ним встречаться. Ходить с Ним, гулять. Наслаждаться этим общением. Пребывать в общении с Ним. И тогда наше сердце переместится туда. И мы уже будем смотреть на эту землю оттуда сверху. И нам будет легче преодолеть все, что здесь происходит. Да, потому что, во-первых, там на небесах есть мир, есть любовь, есть утешение, есть божественный взгляд. Все, что на земле меня пугает, разочаровывает, не знаю, расстраивает. Но когда я поднимаюсь, и Бог показывает мне ту же самую ситуацию, только Его глазами, я понимаю, что все исправимо. Я понимаю, что я могу утешиться, я могу успокоиться, простить и пойти дальше. То есть, поэтому я думаю, что мы потеряны без неба. Мы потеряны без дома. Мы потеряны без семьи. Каждый человек, где на работу, жаждет вернуться домой. Поэтому, если я здесь, на земле, не знаю, куда я пойду после своей человеческой, физической жизни, я буду бояться смерти, я буду паниковать, это будет меня расстраивать, переживать. Но когда я знаю, куда и к кому я вернусь после того, что здесь я сделаю, это дает мне надежду, мир и подкрепляет меня. Замечательное откровение, Евгения. Спасибо большое, что ты гуляешь по небесам. Я уверена, что многие наши зрители поймут обязательно тебя, потому что ты не одна такая, сто процентов. И вдохновятся, кто не гуляет, еще вдохновиться благодаря твоему примеру, что это возможно. Спасибо огромное, что делишься этими драгоценными жемчужинами своего сердца, этими откровениями, этими тайнами, которые дал тебе Бог. Спасибо огромное. Спасибо.